Всем привет! В эфире заметки о Черкесии. Сегодня у нас новый выпуск на одну из побочных, но довольно интересных тем. В продолжение к предыдущей теме про дворянина Дегезольфи, владельца Тамани, я хотел бы еще одну тему поднять, тоже связанную с Таманью. Пока, как говорится, пока она на языке вертится. Сегодня поговорим о такой этноконфессиальной группе, то есть группе объединенной не только этнически, но и по религиозному признаку под названием Фрэнк Кардаши или как их еще называли Черкесы Франки или Черкесы Католики. Действительно была такая группа черкесов смешанного происхождения, которая существовала, проживала на территориях Тамани, Анапы и нескольких крупных колониях средневековых по приморским границам в основном Черкесии, которые относили себя к католикам. Дело в том, как это вообще произошло. Изначально возникла эта группа в результате деятельности католической церкви, именно итальянской, с 12 по 15 века на территориях Крыма и Черкесии и в принципе Северного предчерноморья, а также и как окажется впоследствии, что и в глубине, в глубиной центральной части Северного Кавказа. И вот в результате этой деятельности появились такие смешанные браки генуэзцев, либо, допустим, других представителей выходцев из Италии, из других городов, именно итальянцев, католиков, с местным автостономным населением. В частности, тогда их звали Зихами. То есть это, по сути дела, те же самые адыги и черкесы. По поводу самого названия скажу, прежде чем начать такой исторический экскурс. Откуда тогда слово Фрэнк Кардаши, что это означает. Есть такое мнение, что префект доминиканской миссии в Кафе, современной Феодосии, Кафа была столицей генуэзской колонии в Крыму, вообще, в принципе, на Северном Кавказе. То есть Северное предчерноморье. Он писал в 1634 году, что представители этой особой группы, сами черкесы, именовали Фрэнк Кардашами. И по словам его помощника Мидио Портелли де Асколи, в переводе это означало франки наши братья. Ну, что-то такое религиозное. Итак, а как же вот она образовалась, эта группа? В XII веке на Кавказе появляться стали первые католические миссионеры. К тому моменту вот на побережье Черкесии, то есть современный Краснодарский край, в Крыму на побережье и даже на побережье Ростовской области, тоже город Азов, существовали византийские колонии. Византия, как мы знаем, она относилась к так называемой православной христианской церкви, восточное христианство, ортодоксальная вера. Мы этот вопрос уже обсуждали в выпуске номер 4 про мировые религии, представленные в Черкесии, что черкесы в общем-то с первых веков новой эры, подвергшись определенного рода влиянию апостолов христианства, стали в какой-то мере, условно говоря, христианами православной церкви и таковыми оставались, но не в массе своей, естественно, в каких-то там определенных случаях, и в основном верхушка аристократическая, до, собственно говоря, средних веков. И при Византии, естественно, все это продолжалось, то есть у них были свои священники, их звали Шогены, которые, отсюда и фамилия Шовгеновы, как попы, вот у нас в православной церкви, то есть это люди, которые владели греческим языком, проводили мессы среди черкесов, то есть и вот всю эту службу христианскую вели. А тут появляться стали католики. Но пока еще это была Византия, византийская территория, и особо это сильно не распространялось католичеством. В 1192 году император Византии Исаак Ангел возобновил прежнюю, когда-то бывшую у итальянцев привилегию купцов-генуэзов, позволив им посещать все земли своей империи, включая, как он писал, Русь и Матраху, Которую он тоже относил. Матраха это старинное поселение, соответствующее современному поселку Тамань, и, в общем-то, по сути дела, столица таманских владений во все времена была. То есть ее называли итальянцем Атрегой, изантийцы ее Тамартаха также называли, русские этому Тараканью, ну и так далее. В след, соответственно, за купцами сюда попадать стали и клирики, то есть священники католической церкви. Достоверно известно, что первые путешествия вглубь кавказских территорий совершили венгерские, доминиканские католики в 1226 году, которые отправились на Волгу в целях найти свою вот эту венгерскую, мадьярскую родину там, да, откуда они вышли. Известно, что предки венгер, мадьяры, вышли из Среднего Поволжья и, двигаясь через Северный Кавказ, оставили свой след и здесь, и попали в итоге в Венгарию, образовав венгерский этнос смешанного характера. И вот они высадились впервые именно здесь, в Матреге, то есть на Тамане, поскольку в Тамане сходились все пути торговые тогда из Азии. И, соответственно, отсюда свой путь они совершили через кавказские земли, на Русь, на Волгу, сходили потом в Дербент. В итоге этот путь они проложили впервые, и потом их последователи в 13 веке основали монастырь в Тифлисе, сделав его таким центром распространения католицизма в Закавказе. И именно от них появляться стали первые источники жителей Северного Кавказа, такие более недостоверные в Европе вообще. В 1261 году, после того как Византия разрешила селиться уже генуэзцам на побережье Крыма, стали появляться генуэзские колонии. В своих колониях генуэзцы строили, естественно, католические храмы. Центром их являлся город Кафа в Крыму, как я уже сказал, это современная Феодосия. Но кроме этого Кафы было еще 40 поселений у генуэзцев, в том числе это Матрега уже упоминаемая, Мапа, это Анапа современная, Батияры, если не ошибаюсь, это Новороссийская. В Геленджике были, в Славянске и на Кубани, и была крупная колония отдельно еще в Азове. В это время стала распространяться проповедь католицизма в этих регионах, все больше появляться стало колоний в Крыму, затем до Сухума распространились генуэзские поселения, до Устья Дона, как я уже сказал. С другой стороны, в Закавказье стали расширяться эти владения, поскольку монгольский владелец Закавказья Эльхан Абу Саид из монгольской династии Хулагу Хана, который правил тогда Ираном с определенными территориями, в своей столице Сулеймании тоже разрешил Папе Ивана в 22-м, и тогда основать католическое архиепископство, которое распространяло католицизм. В то же время в 1315 году появляется католическое епископство на Нижней Волге в Сарае, то есть столице Золотой Орды, где в то время уже была Сарайская епархия русской правоославной церкви, то есть такая соперничающаяся. Ну монголы Золотой Орды тогда были, ну вообще Золотая Орда не монголы даже, а вообще в принципе жители Золотой Орды тогда были, относились к православию больше. Но, как мы видим, здесь появляется крупная колония. Ну и соответственно со всех сторон ширится, окружает со всех сторон католическим влиянием Северный Кавказ. Известно также, что расширяясь дальше, появлялись даже и на Центральном Кавказе некоторые такие архиепископства, но о них скажем ниже. Итак, обратимся непосредственно к той епархии католической, которая вот здесь была у нас на Тамане. Матрекская епархия так называемая. Как она влияла на черкесов? Как появляться стала эта группа? В 1330 году есть упоминание о том, что некоторые черкесские князья из самых ближайших в Тамане, видимо это тогда формировавшаяся группа жанеевцев будущих, и вероятно кабардинцев, потому что по одной из версий кабардинцы вышли как раз таки из Восточного Крыма и Тамани. Вот черкесские князья из этих групп стали принимать католицизм. Так, например, католиком был адыгский князь, который именулся в источниках итальянских как Милен или Верзахт. С ним Папа Римский лично поддерживал связи с 1329 по 1333 годы. В 1346 году в этой матрекской епархии, или в Зихии, как называли территорию черкесии тогда итальянцы, первым католическим епископом был назначен францисканец Иоанн Зихский, который по происхождению своему был черкесом. Об этой истории мы скажем чуть ниже. К 21 февраля 1349 года, то есть через три года, его в Авеньоне во Франции, лично Папа Римский произвел сам архиепископ, то есть сделал самым главным в этом епископстве. А потом через 9 лет в 1958 году ему были полномочия облекать саном епископа, в принципе, кого-то здесь ниже, в епископствах Кавказа вообще. К тому моменту уже существовал епископский центр в Анапе. Вот этот Иоанн Зихский доклад в Римской Курии, что его провинция распространяется до железных ворот. И он там пишет, что оттуда на расстоянии 8 дней пешего хода нет другого епископства латинского обряда, то есть католического обряда. В 1363 году имеется в источниках информация о том, что католическая церковь, она разграничила епархии, ну как бы пределы их поделяла. Потому что, допустим, епархия, находившаяся в Тане, это Азов, своими именами, да, Ростов, и в Мапе, в Анапе они относились к разным архиепископствам, более крупным. То есть Ростовская относилась к епархии на Волге Золотоордынской, а Мапа отдельно Таманская была. Потому что возникла тогда уже третья, это епархия, о которой я вот и хотел сказать, так называемая епископско-каспийских гор. Дата его основания неизвестна, но в 1363 году оно уже действовало. И, вероятно, оно действовало как раз таки на территории современной Кабардино-Балкарии, Птигория, возможно, Дагестана. То есть вот на тех территориях, потому что упоминаются там отдельные путешествия отдельных комиссионеров, даже на территории Дагестана. И вот в 1776 году Иоанн Зихский умер, его там похоронили с почестями, и это все тоже было отмечено. При этом надо отметить, что с генуэстами сюда, на эту территорию, пришла работорговля, и в какой-то мере, возможно, она повлияла на становление вот этих смешанных браков с черкесами, точнее, с участием черкесов, которые становились католиками. Дело в том, что невольницы часто становились свободными благодаря законному браку с генуэстами, и впоследствии такая женщина могла обрести влияние в знатном семействе, что как бы провоцировало появление смешанных семей генуэстко-черкесских. Итак, есть яркий пример, судьба Карла Медичи. Это был такой незаконно рожденный от связи черкесской рабыни и аристократы с Генуэказимом Медичи. Сын, да, основатель легендарной флорентийской династии, очень крупной, мощнейшей, наверное, в генуэ династии торговой. Карла этот сделал блестящую церковную карьеру, получив от римского папы Пия второго почетный титул апостольского прото-нотария. Ну, в принципе, вы можете просто погуглить, почитать, кто такие Медичи. Это были что-то мощнейшая семья средневековой Европы, богатейшая. Но не только женщины рабыли могли бы стать свободными. Допустим, армия, ремесленные мастерские, церковные институты, они служили таким социальным лифтом для мужчин-невольников, в которых они могли заработать свою свободу и, в общем-то, поднять свой социальный статус до серьезного уровня. И вот, видимо, Карадаши стали появляться благодаря такому союзу, в том числе влиятельных генуэзских и эзихских родов, то есть княжские с обеих сторон аристократы, здесь князья эзихские, они делают такие политические социальные союзы путем брака. Например, яркий пример – это то, о чем я говорил в прошлом ролике, про Дегизольфию. По сути дела, сам Дегизольфий был плодом вот такого союза двух крупных аристократов в Тамане и крупных зихских князей, которые, в общем-то, своим владениями ограничили, и для них это было просто естественно. Ну, естественно, вступая в брак, выходя замуж за генуэзца, зихская черкесия женщина, естественно, нужна была принять католичество. В 1404 году повествую о Черкесии в книге Иоанн де Галони фон Тибус сообщал вот как раз ту информацию про Иоанна Зихского, которую я сказал, что помимо позже. Собственно, как стал католиком-то, точнее он стал архиепископом в целом, этот Иоанн Зихский. Он пишет, что хорошо известно, что черкесский дворянин, известный впоследствии как Иоанн Зихский, был продан в Генуэ, как раб, где он прошел обучение, и когда освободился от рабства, то есть обучения в католической церкви, поднялся по социальной лестнице, по карьерной лестнице, точнее, в церкви францисканцев. И в конце концов Святой Престол посвятил его в архиепископы собственной страны, откуда он был вывезен, где он жил долго и удерживал свой приход, обращая в католичество многих своих соотечественников. Кафинский префект Генуэльской Республики Деосколи в те годы послал к адыгам миссионера своего Де Луку, которому адыгская аристократия оказалась в почтении и согласилась принять католических миссионеров. Есть описание Де Луки, как он к ним приезжал, как его приятно встречали. Именно этот Де Лука описывал, что на тот момент, это уже начало 15 века, у адыгов не было церквей и священников, и их шагены, то есть как мы говорим попы, именно православные попы, научившись немного читать по-гречески, исправляли у черкесов духовные требы христианских обрядов. Здесь я дополню, что на самом деле там уже такие остаточные знания были, очень такие видоизмененные, смешанные, поскольку православных и византийских священников уже не было, они не попадали в Черкесию, естественно, утрачивали знания, то есть и греческого языка, и обрядов. Начиналось их такое, ну как не то что, превращение такая метафорфоза, то есть в народные формы, то есть это уже не близкие православные обряды, а очень такие смешанные даже с язычеством. И вот это все он отметил, этот католик, намереваясь как бы продолжить свою католическую деятельность у них, но как он написал позже, что его хватило только провести основные обряды, кого-то там крестить, кого-то там отпеть, свадьбу какую-то сыграть. Он говорит, только когда я ушел, это все потерялось, потому что в общем-то некому было продолжать все это. И сложность была католической именно епархии в том, что она проводила свои службы на латыни, а это значительно усложняло, если православие позволяло себе переводы Библии тоже на адыгский язык и проведение самих мероприятий религиозного характера на оригинальном языке населения, то здесь уже естественно это было очень сложно и вообще непонятно местами населения. Ну собственно вот так вот образовалась некая такая группа этих Фрэнк Кардашей. Заметим, что была некая Каспийская епархия, которая действовала где-то на центральном Кавказе. Ну а про нее вообще мало. После свершившейся трагедии, когда турки захватили Кафу, захватили генуэзские колонии, ислам вместе с Турцией начал проникать в эти регионы, постепенно турки завладели всеми колониями генуэзцами и влияние католической церкви при владельстве турок стало конечно значительно ослабевать. Вот образовавшиеся общины Фрэнк Кардашей, которые жили в этих регионах, остались без попечения католических священников. Часть из них предпочла уехать в Геную, а часть, как пишут, растворилась в местном населении. И вот это растворение породило огромное количество разного рода легенд, которые возможно стоят под собой некую, наверное, только правду. Что же случилось? Какова была судьба этих Фрэнк Кардашей? Давайте попробуем рассмотреть эти вопросы. Последнее упоминание о Фрэнк Кардашах, проживавших на Северном Причерном море, датируется 1673 годом. Но! Смотрим дальше. Путешественник Фредрик де Бонпаре в своей книге «Путешествия вокруг Авказа» сообщал следующую новость. А путешествовал он уже сильно позже, там, это 18-17-18 века. Вот он пишет, что он записал такую легенду в Кабарде, что со времени правления Иналас, то есть 14-й примерно условно век, потому что Иналас тоже полулегендарная личность, связано такое предание, которое было рассказано мне генералом Энгельгартом в Пятигорске, как он пишет. И позднее он его нашел также у определенных авторов, то есть у адыгов местных книзей. Ну, расскажет, что слышал. Значит, франки, а мы здесь говорим о том, что генуэстов, в принципе, и тех, кто относится к католической религией, принято было в адыгах называть франками. Вот франки или генуэстов обитали по всем долинам Северного Подожжия Кавказа и находились в мире и дружбе с жителями этой страны. Жилища франков заполняли главным образом долину Кисловодска. Вот, опять же, да, это так называемая Каспийская епархия. Может быть, там они располагались. Те имена франки Кардаши, которые от страны Кавказки. Распространяясь даже за рекой Кубанию. Один из вождей франков полюбил жену и дальше там рассказывают такую историю, что кабардинский князь прям отказывался ни в какую. Полюбил жену кабардинского вождя и просил его уступить ему. А кабардинец, конечно, ничего не хотел даже слушать об этом. И вот он говорит, что между тем жена якобы так любила его, а с другой точки зрения, может быть, наоборот, решила так хитро сыграть в пользу своих. И она предложила своему мужу, да, давай ты отдашь его у меня, жену ему, этим Фрэнк Кардашам. Но с таким условием, что они обязаны будут исполнить некую клятву на третьи сутки после свадьбы. На что, как бы, эти Фрэнк Кардаши, франки, точнее, согласились. С кабардинцами они собрались, значит, по католической религии клятву произнесли, потом по языческой кабардинской произнесли перед вождем. Собрались они за рекой Кубань напротив Камары тогда. И после произнесения клятв, вот, всё, как бы, согласование, да, и на третий день кабардинский вождь объявил свои условия. Он потребовал, что франки удалились за Кубань, и они вынуждены были это исполнить и ушли. И считается, что часть их ушла к подножию Альбруса, где они забыли и свою веру, и своё происхождение. Интересно писал комендант Дербенской крепости во времена Петра Первого, немец Гербер. Был такое село Кубачи, ну да, Кубачи, скорее всего, в Дагестане. И вот он пишет, что кубатинцы, жители этого села, имеют своё происхождение от генуэзцев, потому что в разговорах и песнях находятся у них слова генуэзские, вещи под штемпеля монах и пушки под генуэзским гербом. И при том кубатинские женщины и поныне на печённых хлебах делают крест, хотя и не знают для чего. Хотя здесь можно сказать, что, скорее всего, поперемешалось всё, что только можно в головах, что, скорее всего, это истоки христианства ранее. Автор сочинения письма о Грузии, герузинский историк Лука Исардлов, писал также об этом ауле Кубачи в Дагестане, называя их потомками франков. И он приводит такую информацию, что в 1830-х годах эти кубачинцы приезжали в Тифлис к католическому префекту Патру Филиппу, который в Тифлисе был французский священник, и рекомендовали себя как потомки франков. Они им показывали какие-то старинные рукописи, написанные ещё на пергаменте, объясняют, что это и осталось у них от предков, франков, что религия их была того народа, на языке которого описаны пергаменты, как святыни, которые они хранят. Хотя сами они уже мусульмане. И рукописи были на латинском языке. И барон Розенг, главный управляющий краем, тогда к нему тоже они обращались. Он их расспрашивал через лизинского перевозчика и был намерен обратить их в христианство, но не получилось. Но до этого мы говорили про Кавказ с центральными. А что же произошло, допустим, с теми же Фрэнк Кардашами в Крыму? Или на Тамане непосредственно. Обратимся к тому самому последнему упоминанию про них от 1634 года. Это писал доминиканец, о котором мы уже говорили, Эмилио де Осколем. Иные же Фрэнк Кардаши остались при дворе хана, даровавшего им селение, называемое Сивурташ, то есть остроконечный камень, которое до сих пор существует и заметно издали. Хан дал им также бея той же национальности, то есть управляющего старшего, и называвшегося Сивурташбей. Хан очень дорожил ими, и отправлял их в качестве послов в Польшу и к другим христианским государям. Мы здесь, кстати, видим ту же судьбу и у Дегезольфи, который также вынужден был остаться и служил у хана в качестве посла в Литву. И его сын, и дальнейшая династия была такая дипломатов. Сделал их всех спагами, то есть придворными дворянами в Крымском ханстве. Со временем этот бей перешел в магометанство, то есть мусульманство приняло, и многие тоже последовали его примеру. Но не все. Сивурташ находит на близком расстоянии от ханского дарца, поэтому приезжающие к хану знакомы или родственники Черкассы. Родственники Черкассы. Тоже интересный момент про Крым, про Черкесов в Крыму мы поговорим отдельно об отдельных выпусках на эту тему. И вот эти родственники затем, когда приходили к нему, там что-то говорили и уходили, затем видимо на постой, может на постоянной основе, к немногим христианам, оставшимся в Сивурташе, и сильно стесняли тем этих. А потому они 30 лет тому назад со всеми семьями переселились в Фичалу, она же нижняя Фотисала или Ашага-Фотисала, наполняя пути далее, но в стороне, в пролестной местности орошенной рекой с источниками вкуснейшей воды и забилием плодов. И последнее надгробие старого кладбища с надписями на итальянском языке, которое местно называли Фрэнк Мизерлык, кладбище Франков, датировано в 1685 году. В том году, когда он об этом писал, там проживало только 12 домов латинского вероисповедания, то есть католик. Хотя их представители уже не говорили на итальянском, а проповеди совершались на турецком. И впоследствии из-за отсутствия католического богослужения потомки их смешанных семей стали исповедовать либо православие, либо ислам. Православие видимо потому, потому что мощная армяно-греческая община сохранялась, несмотря на исход большой, но все равно сохранялась в большом количестве в крымском ханстве. То есть они начали объединяться в общины с армянами, с греками, с готами, теми же последними. К концу 17 века потомки генуэзцев и Фрэнк Кардаши растворились среди местного христианского населения, как указано, то есть как я уже сказал правильно, переняв их язык и религию, то есть крымскими и греками, называемыми также Румеи или Урумы. Урумы это греки, а в Румеи это латинское происхождение. И уже через век, когда русские войска вошли в крымское ханство под командованием Суворова, когда его присоединили к России, Крым, они, ну точнее не присоединили, тогда еще независимость просто признали Крыма вообще как отдельного государства под протекторатом России, крымского ханства. Вот Суворов тогда выселил крымских греков, то есть здесь надо смотреть шире, и Фрэнк Кардашев в том числе, то есть христиан в принципе, в Приазове. То есть крымские греки, которые не хотели покидать, точнее, а те крымские греки, которые не захотели покинуть Крым по призову России, они перешли в итоге в ислам и стали составной частью крымско-татарского этницы. Вот такая история интересная с католиками и с их иной простой судьбой в этом районе северо-западного Кавказа. На этом у меня все. Подписывайтесь, вставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь с друзьями. До новых встреч. Всем пока.